Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Узбасский ковчег» Сегодня в нашей программе Я домой хочу! Хотела ли я в тот момент домой? Точно помню, что да Я никогда раньше не ходила в походы, не жила в палаточном городке, не готовила еду на костре А когда внезапно падал ураганный ветер, мне вообще показалось, что первый день лагеря окажется последним, что ли Я на тот момент ни с кем не успела познакомиться От этого было и страшно, и одиноко Было видно, многие ребята, в отличие от меня, нисколько не испугались урагана и совершенно не расстроились, что намокла одежда, спальники и палатки Одни танцевали под дождем, другие занимались своими делами, как будто ничего не произошло Если честно, было просто обидно, что ураган нарушил весь порядок и уют, который мы старательно наводили целый день Но, наверное, это был своего рода урок, который доказывает, что человек не главный в этом мире Ураган пережили? Да Никто не плакал? Ну ладно, вы же следопыты, плакать нельзя Ветерок думал, чтобы не расслаблялись Он же дядюшка Балу Это его лесное имя, один из самых опытных следопытов Он возглавляет отряд русичей из города Прокопьевска Здесь, на поляне, солнечный Туристан Собралось свыше десяти скаутских команд со всего Кузбасса И даже есть ребята из Красноярска Когда идем в какой-либо поход, обязательно в первую очередь молимся В этом лагере практически в каждом отряде есть своя икона, свой защитник В любой момент скаут может подойти к святому образу Уже в первый день похода было видно Практически все следопыты знают молитвы и соблюдают православные традиции Дядя Ваня отметил Скаут должен уметь делать все И прежде всего выживать в условиях, которые сегодня городские жители называют экстремальными Вот так вот вставим, брат Понял? Видишь, там снизу греется у нас Да, они сейчас, эти плашки воспламенятся А здесь можно вот расщепить ее И вот здесь мы сейчас их выложим Вот сюда одну поставим Рожечь сырые дрова, высушить вещи Удивительно, но на восстановление лагеря потребовалось совсем немного времени После того, как погода улучшилась Всего через пару часов отряды были полностью готовы к первому построению На поляне я уверена, ураган сотворил свое чудо Он не только сблизил ребят, показав, что в походе нужно держаться друг друга И в любой момент быть готовым к трудностям Но и научил правильно устанавливать палатки с учетом сильного ветра и проливного дождя Вообще, с детьми стал заниматься Ну, давно, давно Бог дал самому шестерых ребятишек Вот шесть дочерей Господь еще нам так сказал, что Будьте как дети И спасение будет у вас Просто человек должен быть всегда душой И чуть-чуть ребенком И дети дают этот положительный заряд любому из нас Потому что их жизнь, их мировоззрение Оно гораздо чище, чем уже искушенных и, так называемо, опытных людей В Прокопьевске мы ведем секцию рукопашного боя Ратного дела, русской лапты Конно-спортивная школа у нас Вот, и у нас получается вот дисциплина еще туризма Как братство православных следопытов Она объединяет всех наших детей Воедино Здравствуйте, товарищи следопыты Здравия желаю вам всех всех дней Поздравляю вас с открытием Областного скаутского слета Сибирский поход Ура! 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 Победы православным христианам На сопротивный я дару я И твое сохраняя крестом Твоим жительством Без веры никуда В любое начинающееся дело Если не верить там во что-то Ничего не получится Я очень рада, что мне довелось познакомиться с Ксенией Она одна из первых появилась в Каусском движении Красноярска Как призналась, к вере в Бога пришла намного раньше Церковь посещает с малых лет Год назад стала следопытом Теперь она командир отряда Красный Яр Свои 15 сильная духом девочка Нисколько не уступает опытному следопыту-мальчику За это, я думаю, Ксюша уважает не только в ее отряде Но и скауты из других городов Если мы дадим присягу, то это уже раз и навсегда Следопыт друг природы Верен Богу, прием на родине, родителям и влечении Следопыт, трудолюбив и настойчив Следопыт, честный мысль в словах и вах Следопыт должен сдавать экзамены, чтобы подтверждать, что он следопыт Я сама сделала этот вывод, когда наблюдала, как ребята чеканят скаутский устав Мне кажется, он правильный Невозможно стать следопытом, если не готов учиться и не готов к трудностям Если жизнь зачастую это борьба со своими слабостями, следопыт должен быть сильным Это правило работает не только в походе Ведь человеку постоянно приходится решать проблемы, которые возникают ежедневно дома, на работе, на улице Музыка Музыка Каждое утро и вечер ребята собираются на плацу В этом походе строгая дисциплина и порядок – норма Именно желание быть в порядке приводит в братство православных следопытов тех, кто готов принять правила скаутов и соблюдать законы Божьи Сибирский поход, как мне кажется, можно сравнить с войском, которое не знает поражения и всегда готово показать свою силу Может быть поэтому девочки-следопыты очень любят играть в футбол Правда, ходить строевым шагом, наверное, не любит никто И строевым шагом идете Как бы там ни было, никто не жалуется К тому же за любое нарушение дисциплины скауту придется ответить Зачастую используются армейские методы воспитания Для нас скаутский метод является универсальной системой воспитания всех детей, которые у нас находятся У кого-то есть склонность к военно-патриотическому движению, мы в нем эти качества развиваем Но не все из детей могут быть физически выносливыми в силу особенностей своего здоровья, например Это не значит, что он полноценным следопытом не может быть Поэтому кто-то более способен к творчеству Наша задача развить в ребенке то, что у него есть То, что какие-то таланты, какие-то способности И когда это все соединяется с верой, со внутренней дисциплиной С пониманием того, что необходимо многое потрудиться Для того, чтобы от того, что ты делаешь, получать радость и удовлетворение Звездное небо августа, украшенное искрами скаутского костра Что может быть лучше посиделок у чарующего огня Именно на общем костре для меня произошло еще одно открытие Когда отряды представляли свои творческие номера Следопыты устроили концерт, билет на который точно не купишь Можно сказать, поляна талантов затмила звездное небо Но не в этом понимаешь лицо А вечером поздним Когда все уснули На небе зажглись Миллионы огней Алые паруса Каждое утро зарядка Каждый день в полной боевой готовности Следопыт не может быть в плохой форме Спортивные нормативы в походе сдают как мальчики, так и девочки В этой азартной гонке за звание сильнейшей Каждый пытается показать свой максимум физподготовки Подтягивания, пресс, подъем-переворот Классические скаутские упражнения От программы «Минимум» в начале дня до сложной эстафеты в конце Каждое задание – реальная экстремальная ситуация, в которую лучше не попадать Обучающая игра – настоящий тест-драйв без следопыта Справился с заданием, заработал очки Не смог – потерял жизнь Подобных состязаний среди команд на протяжении похода было несколько Чья команда сильнее, ребята узнали только в заключительный день Через прошедшие годы, все существования этой организации уже на протяжении 7 лет Цель такая, чтобы организация росла, увеличивалась Чтобы дети чувствовали, что они не единственные в своем городе следопыты Что движение большое, мощное, хорошее Чтобы у них были друзья в разных концах нашей области Чтобы периодически они общались, встречались Чтобы чувствовали рост Что вот они за год чему-то научились И этот рост их кто-то заметил, оценил Чтобы действительно у них был стимул на будущее расти еще больше Учиться еще лучше И обладевать как бы теми необходимыми навыками, умениями, знаниями Чтобы быть действительно настоящим следопытом Уметь перейти на помощь нуждающимся в любой ситуации жизненной В нашем походе я выяснила Практически все ребята крещеные Но есть и те, которые не понимают, что такое вера в Бога Маша до приезда в лагерь не знала ни одной молитвы Теперь заучивает отче наш Свое решение она приняла в тот день, когда в лагере готовились к божественной литургии Большой праздник следопытов стал знаменательным днем и для Марии Пальчик плотно-плотно прижимай к ладошечке И не спеша Как-то так получается, что в каждом таком вот областном большом лагере Два-три человека появляются некрещенные Вот и конечно же по желанию и родителей и самих детей Мы даем им такую возможность принять здесь крещение Для них это более необычно даже, чем в храме Потому что здесь все их братья и сестры во Христе этому радуются Мария признается, давно хотела покреститься Но в городе, откуда она приехала среди ее подруг, в Бога никто не верит На эту тему она даже стеснялась говорить Теперь уже крещеная Маша тоже думает о посвящении в следопыты Я считаю, что я поднялась на ступень выше Чем выше, тем лучше Чем лучше, тем меньше проблем Господа помолимся Господи, подише Ему же Бог, это помощь и теку Попали, Бога Господа, Бога своего Соткосшего неба и землю Море и все я же в них И еще молимся о милости жизни, мире здравии, спасении и посвящении Прощении и оставлении грехов рабов Божьих В братстве православных следопытов И о всех сродниках наших православных христиан Наша цель развить в них лучшие качества их души Потому что это дети верующие Вот есть у нас дети, в общем-то Мы их не заставляем быть православными Но как бы направление у нас такое есть Если они нам в этом не препятствуют, да, не мешают там молитве, богослужении То мы их только приветствуем в своих рядах Потому что так делал сам Господь Он не заставлял тех, кто за ним идет Он их исцелял А дальше был их выбор Они знают, что я священник И они, соответственно, ко мне относятся В каком бы я, как бы, виде не находился Потому что мы, ну, остаемся Там, следопытами Как бы мы, как бы, не выглядели Если мы не нарушаем при этом нравственные законы Законы, которые мы обещали исполнять Честно сказать, я даже представить себе не могла Что Божественная Литургия может быть в походе Несмотря на то, что во время службы была очень плохая погода Несколько часов литургии прошли незамеченно К этому дню следопыты готовились на протяжении всего похода Именно ради ярмарки ребята делали украшения И создавали поделки Сладкую конфетную валюту заработать мог каждый По поляне водили медведя Устраивали забавы Соревновались сильнейшие И давали концерты самые талантливые Детишек надо любить Их надо защищать Чтобы их в детском доме нам не посещать К примеру, Вадим Колупаев Помощник дяди Вани Исполнил песню, которую сочинил сам Вадим мне как-то рассказал Что оказался в этом лагере не случайно В сложное время следопыты помогли ему Сегодня он живет и помогает Православному отряду русичей города Прокопьевска Собака, прибежавшая к нам в лагерь Тоже обрела свой дом О ней ребята даже написали в газете Которая описывала все главные новости лагеря Псу дали кличку Мухтар Следопыт из отряда Тимиртау Построили для питомца конуру А Володя Клещин По окончанию похода был готов забрать собаку с собой Следопыты не бросают в беде ближних Поэтому, как я думаю, у них очень много друзей Хотела ли я в тот момент домой? Точно помню, что нет После недели, проведенной на поляне с ребятами Мне хотелось только одного Тоже стать настоящим следопытом Надеть свой синий галстук И продолжить семидневный поход Как мне сказали, это станет возможным Уже следующим летом Когда скауты вновь соберутся И пойдут вперед за новыми чудесами Которых мне уже так не хватает Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые телезрители Нам очень важно ваше мнение о нашей программе Пишите и звоните нам Всего вам доброго! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА